Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренний в серебряной рассе, Слышу голос и вонящая дорога. Нестратова, она мне вот эта посылка получила, Силитет личного качества, подарки. Ютуб предлагает видео просмотра с одного других регионов. У меня возникли вопросы. Дело в том, что я громадным уважением отношений с тем, кто сам выращивает, сам, собственным, своими руками. Я в таком положении оказываюсь. Если я открою, ну я открывал, но я сейчас открою, то я не открою уже, потому что мне Сафронов запретил, испортим передачу этого. Звуки изображения начнут расходиться и расходиться. Поэтому не открою. Я бы мог понаделать фотографии, прямо с экрана. Я тоже не стал делать. Почему? Не хочу придираться. Хочу сказать, а не главное. Громадное уважение. Снимаю шляпу. Крымский Амур. Потом я покажу свою фотографию похожую. Вот. У Максима Гаранджи. Это 120-140 грамм. Представляете? Это чудо-сказка. И получается так, что я должен был примерить к себе. Так. Но Крымский-то Амур, а живет он на Украине. Вот в чем дело. И получается на Украине, это не в Крыму, но называется Крымский. Ладно. Прекрасные плоды. И именно из породы Амур, потому что мякоть, видно, как он нарезал ножом, мякоть плотная. Поздравляю. Завидую. Вот. К сожалению, Сергей торгует хлебом, пивом. Один из лучших садоводов России. Вот. А второй, Железов Старший, кажется, отъездился. И вот получается, что не видать нам в Сибири Крымский Амур. По-хорошему завидую. Вот это реакция на первое. Вот это номер один. Второе. Белорусский питомник. Видео утверждает и показывает, что наклоны по двоях яблоки крупнее, чем на сеется по двоях. Влияние климата, почвы или еще что-то. И вот ролик. Я должен ответить Елизавете, как я считаю. Посмотрел. Интересно. Потом ходите сами, найдите. Это легко. Вот. Посмотрел. Позавидовал. Правда, роскошно, что полукарлики так далеко друг от друга, что я бы еще два раза уплотнил, а больше три раза. Ну, у нас в Сибири земли нет. Вот. Миллионы этих гектаров зарастает лесом, а для нас земли нет. А здесь получается, что он еще так далеко друг от друга садил. Яблоки у него крупные, предельно крупные, красивые. Вот. Разница. А вы просили сравнить с Сейцевым подвойным. У них есть плюсы и минусы. Уважаю этого белоруса. Уважаю его работу. Красоты необыкновенные. И яблоки, и сад. Кстати, задерненный сад. Вот. Значит. Но нам без Сейцевых подвоем не выжить. Не сибирикам. Я считаю, вся средняя полоса России, то, что называется. Помните, как в школе даже изучали. Российская равнина, западно-сибирская неизменность. Помните. Все это не годит. Урал, значит, везде только с Сейцевым подвоем. Вот. У них, у нас на Сейцевых подвоях, у нас любители, есть свои преимущества. Дольше живут. Морозостойче. Так. Вот. Ну. То есть у меня клонным подвоем аллергия. Ну, что я скажу. Вот. Меня смутило немножко то, что я бесконечно уважаю белоруса, который показывал нам свой сад, вот в этом ролике. Он, в отличие от промышленных садов, не подвязывает к железобетонным столбам. Ох, однажды, как ветерок подует. Наплачется. Может, в Белоруссии не бывает таких ураганных ветров, которые гуляют по России. Не знаю. Опыт. Опыт зеленой природки персиков. Пункт третий. В зеленый природ подвоя. Что произойдет с программами развития и привоя. Подвоя и привоя. Вот. Значит, принципиальный противник. Почему? Здесь не сказано, где это в ролике. Но, мне кажется, это южный юг. Почему? Привить уже с листиками, это, значит, задержать развитие самого дерева, уже дерево совместно, подвой плюс привой, общего дерева, или привитой ветки со скелетом, ну, хотя бы на месяц. То есть, не может в средней полосе, а тем более в Сибири, Урале, Дальнем Востоке, вызвать, да, волшебник, да, молодец, умница, не для средней полосы и не для Сибири. Вот так вот, Елизавета Владимировна, я вам отвечу. Вот. Продолжение следует.